так всем здравствуйте мы с сыночком пришли с прогулки кто не смотрел предыдущие видео моего сыночка зовут давид ему год и пять месяцев меня зовут юлия мы заходили наш магазин а т.б. будь здоров сыночек который рядом с нашим домом и сейчас я покажу продукты которые купила для давида понятное дело это не на один день продукты так вот наш список значит всего получилось продуктов на 181 гривна 50 копеек я буду показывать так что у нас тут есть яйца перепелиные дальше сок вот такой огушек трубочкой так вот как раз сок давид уже попробовал так ищем чеки сик 200 миллилитров огуша яблоко персик 6 гривен 80 копеек так дальше печь его вот такое печенье с морковкой у него кстати вкус такой морковный ну классный приятный это для деток так ищем чеки ты чего 100 грамм малятку морковь яны 16 гривен 50 копеечек кефир вот такой детский две баночки по 200 грамм кефир две одинаковые баночки кефир так кефир дитячий 200 грамм зла вода одна баночка стоит 6 гривен 95 копеек у меня 2 на 13 гривен 90 копеек дальше водичка с соской ядовида на улице поить очень удобно с такой соски он классно с нее пьет сейчас я покажу вот такая сосочка морщиньска не газированную воду газированную не даю я доведу тоже детская водичка так ищем чеки сколько здесь 200 миллиграмм наверно так вода 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 330 миллиграмм морщинька морщиньска спортивно наверно 6 гривен 60 копеек так что у нас еще такая вот каша нестле молочная рисовая там в общем рис с добавками яблоко груша и что-то еще сейчас я найду в чеке 230 грамм каша молочная сухомолочная швидкого розчину рисовая с бананом яблоком та груши с бифидобактериями вот как она выглядит такая кашка мы еще такую не пробовали хочу попробовать так каша каша 230 грамм нестле молочная рисовая 37 гривен 95 копеечек следующий купила вот такие дальше нектарины три штучки такие очень-очень спелые спелые спелы прям тока-тока давид тоже их очень любит обожают вообще так значит нектарин так убираем в сторону нектарин и сейчас я вам найду нектарин 1 килограмм стоит 35 гривен 39 копеек мы купили 380 грамм на 13 гривен 45 копеечек дальше сыр твердый ферма фирма такая называется ферма украинский твердый сыр 50 процентов 180 грамм сделано 18 08 16 тек тоже любит есть даже без ничего просто отрезаю кусочек и давид ест сырок так ищем здесь сыр твердый 180 грамм ферма украина украина 23 гривен и 60 копеечек убираем потом два сырочка сладких без наполнителей агуша 6 месяцев можно кушать по 100 грамм в каждой баночке так они сбоку выглядят так хорошая штука так ищем ищем чеки сырки сырки кисломолочный 100 грамм агуша один сырок стоит 7 гривен 75 копеечек у меня их два на 15 гривен 50 копеечек дальше две бутылочки молоко такое как кефир кефир стоит такое точно молоко тоже зла вода фирма украинская 200 грамм каждой бутылочки с 9 месяца можно пить а кефир с 8 месяца можно пить кефир обалденный молоко кстати тоже хорошее давид такс булочка пьет молоко и кашку я делаю на этом молочке так сейчас я в чеке найду молоко дитяче 200 грамм зла года значит одна баночка стоит бутылочка одна стоит 6 гривен 95 копеек у них две штучки 13 гривен 90 копеечек вот такое молочко супер потом купила вот такое детское мыло дно я его уже один раз покупала пробовала детская крем мыло очень хорошая такое мягкая мягенькая не знаю как передать правильно в общем такой приятная крупам экстракты череды ромашки и календулы для деток ну это я покупаю я его не мою этим мылом прогулки мы возвращаемся ручки могу помыть а такое так в чеке еще в чеке крем мыло 70 грамм домашний доктор 5 гривен 40 копеечек и купила такую булочку плюшка сердечко с сахаром я стараюсь вот это зажаристая сверху не давать а серединку мягенькую с молочком он вообще обожают такая булочка большая без всяких наполнителей просто сверху на сахаром немножко посыпала просто белая зажаристая булочка плюшка 200 грамм кулиничи делает с цукром 5 гривен 95 копеечек так вот это вот все продукты вот это все все яйца вода молоко кефир сок сырки мыло это все я купила на 181 гривна 50 копеечек вот это чек все спасибо за просмотр если вам будет интересно ставьте лайки чтобы я могла понять делать метки еще видео или не делать все всем спасибо тем тем пока